Трудности перевода фильма «Криминальное чтиво» для меня начались с его названия. В детстве я никак не мог понять, почему фильм так называется. И довольствовался объяснением то ли родителей, хотя вряд ли, то ли старших товарищей, мол, история-то в фильме про бандитов, потому и криминальная. Долгое время фильм у меня ассоциировался только с растерянным траволтой и бешеным, бомбическим, сумасшедшим саундтреком. Позже, когда я выучил английский и увидел название фильма в оригинале, мое недоумение вспыхнуло с новой силой, потому что фильм внезапно назывался «Палпфикшн». Причем здесь фантастика, думал я, и что за палп? Ииии я разобрался. Здарова, народ, с вами Антиперевод. Берите любимые вкусняшки, если дома, делайте погромче, если в транспорте. Мы начинаем. На самом деле, если бы я хоть раз увидел фильм с самого начала, я бы, возможно, понял, о чем речь. Буквально каждый из существующих переводов раскрывал суть названия. Палп. Первое. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Второе. Макулатура. Дешевое чтиво бульварного характера. Часто на грубой, дешевой бумаге. Словарь «Американское наследие». Английское слово «палп» имеет два значения. Мягкая, бесформенная масса. Журнал или книга, имеющая криминальный сюжет, напечатанная на грубой, дешевой бумаги. Палп. Первое значение. Пульпа. Мягкая, влажная, бесформенная масса вещества. Второе значение. Журнал или книга дешевого содержания. Бульварное чтиво, напечатанное на грубой, плохо обработанной бумаге. Словарь «Американ Эритич». Новое издание для колледжей. Палп. Пульпа. Мягкая, бесформенная масса вещества. Палп. Фикшн. Буквально «бульварное чтиво». Журнал или книга, как правило, дешевое содержание, напечатанное на незаконченной, грубой бумаге. Палп. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Журнал или книга, содержащая сенсационные материалы, как правило, напечатанное на грубой, низкосортной бумаге. Пульпа. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Журнал или книга, изданные на дешевой, грубой бумаге. Американский словарь «Харитэдж». Новое издание. Палп. Журнал или книга, содержащая материалы сенсационного, криминального характера, изданные на дешевой, грубой бумаге. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Английское слово «палп». Первое значение. Мягкая, бесформенная масса. Второе значение. Журнал или книга, содержащие крикливую информацию, бульварного толка и напечатанные на дешевой бумаге. Новая редакция словаря «Американ Хэритэдж». Чтиво. Журнал или книга, содержащая низкопробный литературный материал. Обычно напечатан на грубой, необработанной бумаге. Американский словарь «Хэритэдж». Но! От себя добавлю два факта, которые позволяют идеалисту вроде меня докопаться не просто до сути, а до самого ее дна. Первое. Палп переводится в том числе как «целлюлоза», из которой делают бумагу. Далее следует двухчасовая лекция о свойствах чистоцеллюлозной бумаги и бумаги с добавлением древесной массы. Слушай, а ты умник? Шучу. Просто знайте. Больше целлюлозы – лучше бумага. Больше древесины – дешевле бумага. А бульварное чтиво печатают правильно на бумаге более дешевой. Кстати, про бульварное чтиво. Именно так фильм и должен был называться. Потому что именно так его название дословно и переводится. Палп фикшн. Буквально бульварное чтиво. Ну, в криминальной России 90-х никому бы просто не зашел фильм о бульварных романах, которые читает твоя бабушка. А значит, название нужно было сделать крутым, как черный 600-й Мерседес. Так чтиво стало криминальным. В этом моменте переводчики разделились аж на четыре лагеря – паршивцев, невесельчаков, позорников и пожалеек. У Вест Видео с НТВ Винсент говорит «паршиво». Команда ГГ, они же позорники, они же Гоблин с Гавриловым считали произошедшее позором. С тех пор стал немного заговариваться. Черт мой позорище. Не весело было премьер-фильму и ОРТ. С тех пор у него проблемы с речью. Черт, не весело. А вот Мирамаксу, живого и Горчакову, беднягу, то не было чертовски жаль. После этого он не говорит ни слова. Чертовски жаль. И, казалось бы, при чем здесь Джиган? Да я на Чиле, на Расслабоне, я не спешу, время не море. Ну уж с кем-с кем, а с главным мазафакой Голливуда он бы точно сошелся. Перевод «Keep Chillin» мне больше всего нравится от ребят из ОРТ. Ведь что может быть лучше сленга? Только сленг. И их спокуха была для своего времени очень даже годной. Забавно, что сегодня фразу можно перевести практически дословно. И все поймут, о чем речь. Эй, продолжай чилить. «Flag of Seagulls» — это британская рок-группа 80-х. А теперь внимательно посмотрите на их вокалиста и на этого паренька. «Ну а ты, рок-фэн, ты знаешь, что мы здесь делаем?» Думаю, отсылка стала очевидной. Жаль, что во времена работы наших ребят над Чтивом до этого никто не догадался. Хотя, может, ты догадался, вот только в 90-е все равно бы у нас этого никто не оценил. «Ты, косяк с Хайером, зачем мы здесь?» «Ты, ты знаешь, зачем мы пришли?» «Эй ты, сопчик, знаешь, зачем мы пришли?» «Ты, птичка моя, ты знаешь, зачем мы пришли?» Наверное, поэтому в большинстве случаев все и свелось к ассоциациям с птицами. Ведь «Сигал» — это чайка. И здесь у нас, дамы и господа, три номинации. В номинации «Самое большое разочарование» победу делят сразу семь переводчиков. Сразу семь студий перевели реплику одинаково неправильно. Самое странное и одновременно смешное в этой ситуации то, как несколько переводчиков, не сговариваясь, будто попали в будущее во времена Black Lives Matter. Другого объяснения, почему они так старательно избегают слова «ниггер», я найти затрудняюсь. В номинации «Ржал до слез» победа присуждается «Живого не попал вообще ни разу». «Юмамик, ты злишься на меня?» Ну а в номинации «Не все потеряно» приз достается Горчакову. Он был ближе всех к оригинальному смыслу. «Юмамик, ну что, ты мой человек?» Как говорят те, кто в этом шарит, «Ты знаешь язык, если ты понимаешь шутки на нем». И уж совсем вышак, если ты понимаешь всякие пословицы, поговорки и прочий фольклор. Тарантино вообще тот еще эстет, любитель таких вот стихотворных оборотов. Единственный, кто справился, это гоблин со своим делом маленьким. «Смеяться надо всякой хуйней, которой она будет говорить, и все». «Да ради бога, мое дело маленькое, это ваши дела». Переводчики упорно переводят здесь вот это никчемное «Меня зовут Пол». Кстати, бармена по сценарию зовут «Инглиш Боб». А имя «Пол» здесь вообще не имя, и существует исключительно ради рифмы. Хотите стопудовое попадание в цель? Держите в голове наш стишок. «А моя хата с краю, я ничего не знаю, и ничего знать не хочу, хотя сплетен сам таранчик». «Средоточенно жевать и смеяться над ее приколами. Это ваше сугубо личное дело». «Окрытым ртом и ржать над ее глупыми шутками. Это твои проблемы. Мне пофигу». Пришло время моего любимого растерянного траволты. Мия играет с озадаченным Винсентом в тепло, теплее, горячо, произнося не совсем обычный набор слов. В оригинальной версии игры она должна была сказать «warm, warmer, hot». Но Квентин не был бы Тарантино, если бы не вернул в этот момент какую-нибудь изюминку. Я ни на что не намекаю, но все мы с вами знаем, как чуть не закончила Мия. А тем, кто знает, как Тарантино любят двойные смыслы, то, что я скажу дальше, не покажется таким уж лютым бредом. Дело в том, что одно из значений слова «диско» — это то чувство, которое вы испытываете, когда принимаете у себя друзей, принимаете с ними любые запрещенные наркотики у себя дома, обычную марихуану, а также всю выпивку, что у вас есть в доме. И вот этим небольшим количеством своих приятелей вы танцуете под громкую музыку, не останавливаясь до тех пор, пока не употребите все. В процессе у вас возникает настроение и непреодолимое желание танцевать как дурак с упомянутыми выше друзьями. И я сейчас не придумываю это одно из значений в народном словаре Urban Dictionary, а эти ребята в таком разбираются. Ладно, я увлекся. Что нам предложили переводчики? Варианты плюс-минус схожие, но мне ближе всего такие, как «Тепло, теплее, диско». «Тепло, теплее, диско». «Здесь». Премьер видеофильм не стали заморачиваться и выдали классику «Тепло, теплее, горячо». «Тепло, еще теплее, горячо». А я от себя добавлю аналогию с еще одной игрой. Что по звучанию очень схоже с... «Диско». «Дон пиа». «О, после тебя, птичка». Строго говоря, это не совсем трудности перевода. И антиперевод тут не сработает. Как говорится, нельзя ошибиться, если ничего не делаешь. Ладно, поехали лучше по бифштексу сидим. И здесь бифштексу можешь заказать. Не будь. Переводить нечего, ведь Мия здесь ничего не говорит, а лишь показывает контуры некой фигуры с четырьмя сторонами. Если вы, как и я, никогда не понимали, что здесь вообще происходит, вот вам моя версия. Итак, включаем режим додумывания и получаем, что Мия говорит, «Да не будь ты квадратом». В 99% случаев, когда мы не понимаем значение фразы, виноват негодник сленг. Есть такое выражение, по смыслу очень похожее на наше «будь в нужное время в нужном месте». «Be there or be square». Square на сленге – это очень правильный, безумно скучный и предсказуемый человек. Во время поколения битников так шутили над мейнстримом и конформистами. А «square», потому что цель у таких людей иметь три квадрата в день, то есть трехразовое питание, крышу над головой, респектабельную работу, детей, дом, в общем, свою коробку. После того, как Винсент решается-таки не быть квадратом, парочка делает заказ, а официант называет Мию «Пегги Сью», очевидно, делая реверанс в сторону главной героини подростковой серии книг «Пегги Сью и призраки». Дело, видимо, в похожей прическе, других отсылок я не нашел. Все переводчики, не особо задумываясь, просто дружно продублировали «Пегги Сью». «А что тебе, Пегги Сью?» «А вы, Пегги Сью?» «Тебе что, Пегги Сью?» «А тебе, Пегги Сью?» «А что будет заказывать Пегги Сью?» «А что будет заказывать Пегги Сью?» «Ну, а ты, Пегги Сью?» И только Гоблин проигнорировал эту деталь, видимо, посчитав ее неважной. «И вот это, обычный колор. А вы что будете?» «Ну, Гоблин еще ладно. Вон Живов вообще забивает и говорит в этом месте что-то невнятное». «Ванильную Кока-Колу». «А что тебе, Пегги Сью?» «Это все». «Впрочем, нужно всегда держать в голове и делать скидку на то, что многие переводы тех лет записывались без подготовки с одного дубля». Речь за пределами основного кадра, как, например, это объявление, переводят нечасто. Из всех переводов, что я видел, это сделали только Мирамакс и Гоблин. Мирамакс выдали от себя тяну. Гоблин же не просто справился, а даже превзошел ожидания. «Выступает в тяжелом весе, находится в правом углу ринга». Судите сами, в приложенных английских субтитрах говорится «в легком весе». «Lightweight division». Хотя дальше говорится о весе спортсменов 210 фунтов. А 95 кг – это не очень-то легкий вес. Так что, как говорится, поверю Пучкову и здравому смыслу. «Весел, прямо вверх». «Да, мне тоже, блядь». «Надо стараться». «Где-то густо, где-то пусто». Если в прошлом отрывке можно было похвалить Мирамакс и особенно Гоблина, то в этом моменте обе студии облажались. Причем, каждая по-своему. «Ничего, что я припарковал с ухода». «Сейчас не вторник». «Нет, вторник». «Я оставил грейс перед магазином. Ничего?» «Нормально. Сегодня ведь не четверг». «Нет, не четверг». За что люблю разнообразие – за уникальность. Хорошо справились «West Video», «НТВ», «ОРТ», «Премьер-видеофильм». «Ничего, там только по вторникам нельзя парковаться». «А сегодня четверг». «Сегодня не вторник». «Не, четверг». «Сегодня ведь не вторник, верно?» «Четверг». «Сегодня ведь не вторник, верно?» «Не, четверг». А вот у синхронных переводчиков в лице Гаврилова, Живого и Горчакова со слухом в этот раз примерно, как у меня после 12 часов монтажа. «Ну ладно». «Ну ладно, давай начнем». «Может быть, потом?» «Нет, нет, сейчас». «Ну ладно, никто не видел». «Сложно порой в моменте найтись с переводом некоторых выражений, например, таких как «Медиевил он юр ас». «А потому в этом раунде также ожидаемо проигрывает синхронный перевод». «Я сделаю с тобой то же самое, что ты сделал с моей задницей». «Я сделаю с тобой то же самое, что и ты со мной». «Деревещина». «Я сделаю, что ты сделал». У Пучкова-Гоблина здесь потихоньку уже начинал формироваться его стиль с его собственными неповторимыми выражениями. «Я с тобой ни хера еще не закончил. Я твою жопу в лоскуты порву». «А потому статуэтка за точностью летает студиям-работягам. За их чудо чудное да див дивное. И я хотел сказать, за их экзекуцию да инквизицию. «Я с тобой еще далеко не закончил. Будет тебе инквизиция в жопу». «Мы так просто с тобой не расстанемся. Я устрою твоей жопе экзекуцию». «Я с тобой еще не закончил. Я покажу тебе, что такое инквизиция». «У меня разговор будет короткий. Я твоей заднице инквизицию устрою». «У меня разговор будет короткий. Я твоей жопе инквизицию устрою». «Это странно, но случается». «Ай, ладно, перестань. Я-то видел, что происходило. У меня глаза были открыты. С точки зрения смысла фразу правильнее перевести «хочешь прикидываться слепцом, ходи с поводырем». «Хочешь оставаться слепым, ну и ходи с поводырем. Но я-то узрел гребанную истину». «Порядка». «Хочешь прикидываться слепым, иди с поводырем. Но мои глаза широко открыты». Но Шепард одновременно переводится и как овчарка, а она же собака-поводырь, и как пастырь. «Хочешь быть слепцом, следуй за пастырем, но мои глаза открыты». «Такое бывает. Слышь, тебе хочется быть слепым, давай поищи себе пастыря. А у меня глаза, блядь, постоянно открыты». «Но это... Транно, но это... Бывает. Хочешь же быть слепым, иди с пастырем, но мои глаза открыты». «Открытся. Если ты хочешь оставаться слепцом, иди за пастырем. Но у меня теперь открылись глаза». «А учитывая то, как персонаж Джексона любит сыпать цитатами из Библии, в английском варианте игра слов оправдана». «А какой вариант нравится вам? Пишите в комментариях «собака-поводыряка» или «пастырь-зубастырь». В моей любимой части фильма появляется сам маэстро Ти и сходу выдает фразу, с которой почему-то не справились некоторые студии перевода. Ну, как некоторые, расстроил только Мирамакс. «Она вернется с работы уже через час, с четвертью. Ночная смена. В госпитале». И, казалось бы, ну, четверть часа или полчаса. Какая разница? А вы бы сказали это в лицо мистеру Вульфу? «Когда мистер Вульф говорит «спик-энд-спэн», здесь хороши все варианты перевода про стерильность или идеальную чистоту». «Да, насчет обивки. Драть ее не надо. Стерильность ни к чему. Просто надо отмыть». «Да, просто вымейте. Не надо драть все. Займитесь пятнами». «Выскребите все. Отскоблите чехлы. Но без фанатизма. Вылизывать не надо». «Кусочки черепа, мозга, кусочки. Все. Не нужно особенно мыть сиденья. Так, протрите и все». «И все. Что касается обшивки, вылизывать начисто необязательно. Просто протрите ее». «Собираемся. Пройдитесь разок тряпкой. Главное, уберите основной бардак». «Идеальная чистота нам не нужна. Ужинать мы там не собираемся». «Китти. Вымойте задние двери. Кстати, говоря о задних дверях, это очень важно». «Кусочки мозга, черепа». Если прикинуться средним американцам с российскими наклонностями, мы услышим эту фразу так. «С обивкой нет нужды прикидываться латиносами». «Спик» и «Спен» — это прозвище, на манер того, как американцев называют «янки». «Спик» называют мексиканцев, а «Спен» — соответственно, испанцев и прочих латиноамериканцев, которых очень много в клининговой сфере. «Перевод переводом, а отсылочки по расписанию». В большинстве переводов Вульф называет Винсента «ковбоем» или «стрелком». «Сразу чувствуется интеллект. А что скажет наш ковбой? Готов удержаться от взмахов пушкой?» «Сделайте. Твоими устами глаголит истина. А ты что скажешь, стрелок? Ты можешь сидеть спокойно и не выпендриваться». И это понятно, почему. Но Тарантино никогда не делает все так просто. И Винсент не просто ковбой, а «Лэш Ла Рю». «А баю, Лэш Ла Рю». Звезда американских вестернов 40-х-50-х годов, с которого за его умение обращаться с Лассо, между прочим, списали самого Индиана Джонса. Загадка. Почему там, где в этом фильме были крылатые выражения или поговорки, их перевели дословно, а там, где их нет, их придумали? «Даже не знаю. Я думал, он европеец, потому что...» «Ага, он такой же европеец, как я немецкая овчара». «Да, я понял». «Не знаю, почему, но я просто подумал, что он европеец или что-то вроде того». «Не, он не европеец, даже, блядь, не англичанин». «Помните бармена Инглиш Боба? Так вот, здесь речь о нем. В защиту переводчиков скажу, что они просто не могли знать об этом. Бармена никто по фильму так не называет. Вот вы знали, что его так зовут? Я нет. По-моему, это было только в сценарии, и я нашел-то на просторах интернета совершенно случайно». «Мы будем как три маленьких снеговика. А какой он снеговик?» «Мы в Тезис будем как три эскимо. Знаешь, какое оно эскимо?» Всему виной был лед и холод. «Ну-ка, Иоланда, какой снеговик?» «Холодный». «Ну, Иоланда, эскимо какое?» «Оно холодное». Слово «cool» стало причиной того, почему здесь все стали искать аналогии с холодом, эскимо, снеговиками и так далее и тому подобное. А между тем, это отсылка к знаменитому Фонзе, герою ситкома «Счастливые деньки», который любил ко всем словам в конце добавлять «мундо». «Перфектомундо». «Кстати, уже подписался на канал?» «А лайк поставил?» «Корректомундо». Что ж, как ни прискорбно, долгий двух с половиной часовой фильм закончился. Спасибо, что были со мной в моем криминальном путешествии до конца. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Мел, скоро увидимся. Пока-пока.